15 том книги открытым оком вопрос номер 2940 тема община обращались ли люди к богу о случайных разговоров на улице или в магазине и приходили ли в общину отвечает игнатий тихонович лапкин важно всегда быть искренним и жить в боге чтобы от нас шел аромат любви господу второе послание коринфянам 2 глава 14 16 стихи но благодарение богу который всегда дает нам торжествовать во христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте для одних запах смертоносный на смерть а для других запах живительный на жизнь и кто способен к сему кавычки открываются летом 1997 года в одной из аудиторий строительного техникума где я была по своим делам я услышала беседу между женщиной и девушкой женщина рассказывала о детском трудовом лагере в селе потеряевка и из их беседы я поняла что этот лагерь недалеко от ребрихинского района где я родилась мое внимание привлекла необычность воспитания детей и главное что в селе живут только верующие люди а в лагерь могут приехать любые желающие которые соблюдают установленные там правила рассказ был подробный и те незнакомые мне люди которых я себе представляла вызвали у меня симпатию я запомнила как трудно можно доехать как туда можно доехать хотя и контакт с этой женщиной я не хотя в контакт с этой женщиной я не вступала а внутри меня рождалось желание поехать туда со своим внуком максимом тем более что я уже слышала что взрослые могут жить при лагере со своими детьми и помогать в лагерном хозяйстве дома поехать мне не разрешили и ребенка мне для поездки не дали работала я тогда директором магазина алтайский краевой на проспекте ленина 58 иногда встречала ту женщину и видела необычность в ее одежде чем она и обращала на себя внимание но познакомиться с ней у меня не получалось прошел год после той встречи я встречалась я встречалась людмилой степановной алфимовой с ней я была совсем мало знакома к тому же я уже была наслышана о том что она ходит в какую-то секту она видела что я читаю и сказала что это сатанинская книга книга была тибетского монаха я все размышляла почему сатанинская ведь пишет монах да еще и тибетский людмила стала заходить ко мне на работу и однажды пригласила меня на занятия и я с ней пошла это было это был 1999 год занятия у меня не вызвало особых впечатлений люди присутствовавшие на занятии доверь доверия не вызывали расположение к себе тоже я больше не пошла надо сказать что жизнь у меня не была спокойной я тогда переживала большие душевные страдания я искала во внешней среде и внутри себя истину а это мучительный процесс я страдала от неведения жажда познания бога его закона меня не покидала начала 90-х годов на прилавках магазинов стали появляться книги и я их покупала и читала считая их духовными луиза хей бобричев малахов лазарев иванов рерих дикл и так далее помилуй меня господи помилуй меня тогда я ходила в покровский собор в сентябре 1995 года приняла там крещение я любила бога и все мои мысли были заняты им я ни о чем не могла думать голова казалось голова казалось кухни от множества информации а самое главное не могу найти о чем молиться и как молиться не знаю спать ложась я все ему рассказывала о себе о своей семье о своих страданиях плакала я не понимала что это и была моя молитва в церкви я совсем ничего не понимала о чем идет служба и почему служба они молитва которую я очень хочу знать друзей я там себе не нахожу братьев и сестер тем более священники от прихожан далеко и не доступны недоступны так шло время христос оставался неизвестным а слова его тем более из той литературы я уже поняла что христос мессия но что это в чем это заключается что это дает человеку зачем нужно было ему пострадать и так далее эти мои вопросы не находили ответа купила библию но ничего не понимаю в ней и вот в 2002 году ко мне снова зашла людмила говорила с ней и она мне предложила книгу к истинному православию и я увидела у нее еще для слова божия нет уз меня они заинтересовали я купила и стала читать к истинному православию но ничего не понимаю все обычно у меня переворачивается в сознании тогда я положила эту книгу и стала читать для слова божия нет уз прошла залпом увидела в ней не только жизнь игнатия лапкина и отца и акима лапкина а этот страшный и сложный механизм системы коротко скажу систему света и тьмы для слова божия нет уз открыла путь в книгу к истинному православию меня знобило это были тяжелые дни в моей жизни я пошла на занятия при этом я уже прочла 4 том открытым оком стала читать библию на втором занятии я увидела эту женщину которая рассказывала о лагере оказалось что ее звать татьяна кузьминична это незнакомая но часто привлекавшая к себе мое внимание женщина оказалась здесь в этой аудитории и меня стала заполнять радость я и в людмиле увидела близкого и родного мне человека тут начинались мои новые страдания я перестала ходить в церковь и стала ощущать нехватку недоставала чего-то однажды в ранее зимнее утро того же 2002 года я проснувшись спешно стала собираться в церковь оделась а куда идти идти стал предо мной вопрос в покровский не хочу вообще на меня не приглашали да и не знаю куда вдруг я вспомнила что в книге для слова божия нет уз я видела адреса схватила книгу стала искать нашла под фотографией баварина мэра барнаула передающего здание лапкину есть адрес ползунова 6 это то что мне надо пока я искала указанный адрес немного припоздала люди уже все прошли а как мне зайти ведь я ни у кого не спрашивал разрешения да и никто меня не приглашал а помню что без этого меня не должны впустить но я открыл открыла калитку никого нет вошла в веранду и помню что ничего не видно я запнувшийся порог воткнулась как понимаю в дверь и не могу ее открыть не найду ручку скребусь как кошка вернувшаяся с блуда а там за дверью ничего не слышно вдруг дверь открылась человек с бородой меня впустил раздел на кухне и поставил меня в коридоре рядом с собой была тишина 7 минут подготовки к молитве только начались михаил не спросил у меня никакого пароля но когда закончились 7 минут молчаливой молитвы и началась служба меня впустили в храм поставили меня там где я и сейчас стою 13 июля 2003 года я дополнил окрещение троекратным погружением рукам руками священника отца и акима в селе потеряевка и считаю этот день моим новым рождением 23 января 2006 года желнирова нина александровна пшеничкина 43 21 95 подумать страшно столько лет душили тушили и казнили слово божье ломы в колеса не сучки и шпильки у благовестников рот закрывали вожжи святая инквизиция святейший лжесенот монахи рьяные полублатные а вы едва приметившие валили полный сноб топтали в ярости и сыпали отраву непроходимая и в средние века глухая злоба ненависть к писанию ломала ребра жарила бока на дыбе на жаровнях ослушники плясали веками библию держали в казематах не переводили на языки народов заплечный заплечных мастер дел куражился лохматый наследственные упыри уроды не приведи господь чтобы нити повторились египетская ночь сковала совесть нашу бубнящие темные в потьмах заполнят клирос широким рукавом нет резвый батька машет свет откровения послание иеговы в громах и молниях нисходит к моисею к нагорной проповеди путь готовить ровный самим готовятся к евангельским посевом в библейском обществе не все одни масоны но есть же искренние искренние труженики света от перевода точного до возродятся сонны да живут привычные скелеты я обнимаю библию и нежно прижимаю кормилица и нянькой на реку не буква мертвая наставница живая в нее войти как в мудрости реку и в русском при небесном переводе усладу миллионы обрели на облака не смотрим при любой погоде из океана мудрости на нас идет прилив 5 января 2006 года игнатий лапкин